Добрый день! Сегодняшняя наша тема посвящена к изучению китайского языка в Республике Саха-Якутия. Внутри Республики Саха-Якутия сосуществование трех языковых групп – славянской, тюркской, тунгусо-манчжурской – обуславливает функционирование на территории Республики двух государственных, это у нас русский и якутский, а также пяти официальных языков – эвенкий, эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский и талганский. Образование, как всеобщее благо, декларируемое ЮНЕСКО, интегрирует в себе реализацию прав ребенка, человека и прав народов на воспроизводство своих культурных ценностей в меняющемся в мире. Как отмечает Винокурова Ульяна Алексеевна, трансформация образовательного ландшафта мира медленно, но верно продвигается в направлении глобальной ценности, обучения, умения быть собой и жить вместе. Из статьи Габушева Феодосии Васильевны «Этнокультурное образование в Республике Саха-Якутия» мы видим, что этнопедагические идеи стали основой реализации таких перспективных образовательных направлений, как малокомплектные сельские и агропрофилированные школы, целевая программа «Участеля Арктики», международные и межрегиональные проекты под эгидой ЮНЕСКО, Арктического совета и Северного форума, ассоциированные школы ЮНЕСКО, педагогика Алан Хо, народного эпоса, признанного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества, педагогика Севера, дети Арктики, педагогическая ярмарка «Сельская школа образовательная марка», Арктический институт, кластер образования и так далее. Я сама являюсь выпускницкой Саха-Бельгийской ассоциированной гимназии села капитане Усланданского луса, где французский язык преподавали носители языка. Стоит отмечить, что этнический компонент в образовании неразрывно связан с языком, то есть ориентирован на развитие ребенка как личности, то есть восходящий от родной этнической культуры к мировой через общероссийскую. В последнее время изучение китайского языка сейчас стало очень актуальным, так как развитие сотрудничества России с восточными странами стало одним из приоритетных направлений образовательной политики России, в настоящее время торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество между Республикой Саха-Якутия и Китайской Народной Республикой приобретает новые формы. Наши двусторонние связи расширяются и развиваются на взаимовыгодных условиях. Влияние китайского языка и культуры актуализируется во всех регионах Дальнего Востока. Китайский язык имеет очевидные перспективы как один из языков международного общения. В настоящее время в социально-политическом, экономическом и этнокультурном контексте развития России очень большую роль играет сохранение идентичности и целостности коренных малочисленных народов Севера. В этом ракурсе каждый народ стремится внести свой вклад, представляя свою культуру и сохраняя свой язык как неотемлемая часть, культура представляется средством ее передачи и наоборот. Культура и образование являются опорой сохранения языка. В нашем исследовании изучение китайского языка и культуры рассматривается как фактор условия повышения мотивации человека, ибо издревле иностранные языки выбирались для изучения и с необходимости внешних политических торговых интересах, а также культурно-образовательных связей. Актуальность нашего направления соотносится с задачами Департамента по внешним связям Республики Саха-Якутия над проектом создания современной образовательной среды для школьников, изучающих китайский язык в Республике Саха-Якутия, где упоминается в очередном заседании Центрального проектного комитета Якутии на персональном сайте главы Республики Саха-Якутия от 9 августа 2017 года. Изучение китайского языка и культуры является не только процессом передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей, но и одним из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир культуры изучаемого языка. Научная, практическая и социальная значимость данной работы будет возрастать по мере поворота России к восточному вектору, странам АТР и Евразийскому Союзу. В Республике Саха-Якутия работает сообщество учителей китайского языка под эгидой ЕРО «Общество российской китайской дружбы». Ассоциированная сеть школ Республики Саха-Якутия с изучением китайского языка была создана 17 ноября 2017 года по совместной инициативе Якутского регионального отделения «Общество российской китайской дружбы» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Средняя общеобразовательная школа номер 26 и Якутской городской национальной гимназии города Якутска. Целью ассоциированной сети является объединение усилий школ по внедрению китайского языка и их оснащение учебно-методической литературой, повышение квалификации преподавателей, а также организация олимпиад по китайскому языку среди школьников, научно-практических конференций, мероприятий, связанных с культурой и традициями Китая, то есть централизованных выездов, учащихся в КНР, создание единого информационного пространства для реализации совместных проектов, а также развитие образовательного сотрудничества между школами Российской Федерации и КНР на уровне школ. Всего в школах обучается около 600 учеников. В 2019 году данная сеть школ расширила свою деятельность и перешла на федеральный уровень. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией вузовских образовательных учреждений России и Китая и принято решение в придании статуса нашей сети школ постоянного секретариата АДАУРК с российской стороны. В 2020 году сеть школ получила статус постоянного секретариата Ассоциации давузовских образовательных учреждений России и Китая с российской стороны. Постоянный секретариат осуществляет свою деятельность на базе Северо-Восточного Федерального Университета. На текущий момент российский секретарь Ассоциации курирует более 60 школ с изучением китайского языка по всей России. На этом мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. До свидания.